всем добрый день ну такое было лирическое отступление на самом деле было такое количество интересных спикеров я наверное для вас будут не самые интересные именно в этой теме но я вам сегодня расскажу определенные вещи потому что на самом деле о алгоритмическом трейдинге я знаю абсолютно все знаю его слабые моменты и сильные моменты думаю что панельная дискуссия будет самая интересная значит расскажу вам первое с чего началось мое знакомство с и дальше покажу мои цифры и все остальное с чего началось мое знакомство с алгоритмическим трейдингом дело в том что я писать я и алгоритмический трейдинг это хер знает что но в 2010 году когда я приехал в москву у меня естественно было огромное количество теоретически теоретических и практических знаний в будем это в созвездии с трейдинга трейдинга и ко мне попался ко мне пришел один трейдер программист по сегодняшний день мы дружили там сотрудничаем коле сударкин и он очень хороший программист у него было шикарное образование я считаю что самое лучшее на самом деле программист это люди с хорошим очень теоретическим образованием если кто-то здесь есть хорошим теоретическим образованием это именно там МФТИ физмат программирование очень сильная школа из петербурга школа программирования школа информатики я знаю что в днепре есть очень сильный университет по нейронным сетям и по искусственному интеллекту то есть я всегда сторонник того чтобы люди которые занимаются там программированием вот как Рома Зив выступал он сказал там я программист я никогда программистом не был и к сожалению не мог ничего оппонировать потому что я могу оппонировать по сути дела практически все что связано с трейдингом кроме естественно самого программирования и скажу честно что я только сейчас последние четыре с половиной пять лет когда стал заниматься со своим текущим партнером роботами искусственными интеллектом я понял какие ошибки по сути дела я совершал в прошлом я понял на самом деле в чем скорее всего у нас не будет ошибок в будущем так вот в 2010 году когда ко мне пришел Коля Сударкин а у Коли Сударкина насколько я помню он жил в Долгопрудном Долгопрудном есть очень сильные по моему физмат или мехмат или физтек есть очень сильная школа и насколько я знаю что Твардовский мой очень близкий друг я считаю что это один из самых лучших алгоритмистов в стране то есть я очень многому научился у него Владимир Витальевич Твардовский можете почитать это наверное один из самых лучших алгоритмистов в России на сегодняшний день и я научился очень многому из них теперь давайте расскажу как мы начали работать значит пришел Коля и говорит Александр Михайлович вы очень хорошо знаете рынок вы очень хорошо знаете паттерны тогда у меня не будем говорить так не было такого супер сильного знания о трейдинге как сейчас объясню почему я просто был хороший трейдер который мог объяснить определенные вещи почему потому что 2006 года у меня был офис в Туле и мне по простому приходилось и Бауманка сильная и мне приходилось сталкиваться с обучением именно полностью абсолютно на безвозмездной основе то есть у меня был тульский офис я учил людей и когда пришел Коля он говорит давайте определенные вещи которые вы делаете будем программировать вот тогда началась первая проблема то есть я понял одну вещь что абсолютно все запрограммировать невозможно то есть если даже взять Герчика да или вот ситуация с Лешей Майтрейдер кто знает Лешу Майтрейдер я считаю его очень хорошим трейдером но Леша Майтрейдер борется уже с программированием буквально пять или шесть лет наверное просто с утра до вечера и ничего сделать не может я понял одну вещь что не все подается программирование да запрограммировать какой-то паттерн определенный который там из трех из пяти баров ничего сложного не составляет но конъюнктуру рынка запрограммировать практически невозможно и сегодня я вам покажу определенные вещи одна система продолжает как бы работать уже очень много лет а вторая система перестала работать я сегодня вам по-простому покажут цифры и когда мы начали программировать определенные вещи мы на определенном участке имели определенный успех да то есть то что сегодня сказал Ром fuzzy с некоторыми вещами я согласен сision в этом вещах я не согласен есть системы которые живут вещами да есть но в сожалению вы такие alguna система скорее всего не увидите. Их увижу я, но вы их, скорее всего, не увидите. И объясню почему. Дело в том, что обыкновенная паттерновая система, которая основана на паттернах, которая основана, например, на торговле в тренде или на торговле в рендже или еще что-то, они неэффективны. И я объясню потом почему. Так вот, когда у меня начали работать ребята, я вначале думаю, ну все, пиздец, все сложилось, ко мне пришли ребята, очень классные программисты, и все сейчас будет классно, мы сейчас все запрограммируем и порвем рынок. Потом ко мне пришел еще один парень, у которого были здравые системы, он сказал одну вещь, Александр Михайлович, смотрите, вот у меня есть система, у которой у меня все эти системы есть, все вещи были запрограммированы. И он говорит, значит, у меня есть система, которая там работает на гепах. Я проверил определенные вещи, такие-то, такие-то, такие-то. И по сути дела показалось, что вещи, которые работают на гепах, очень хорошо работают. Сначала все я проверял, естественно, на теоретической составляющей, а потом все это тестировалось. Вот тут наступает первая проблема, первая проблема. Самая большая проблема наступает в том, что вы начинаете тестировать. Тесты можно выкинуть коту под хвост в 99 процентах случаях. Почему? Потому что все исторические тесты по-простому в 90 процентах случаев это фуфло. Что показывает вам исторический тест? И Рома сегодня тонким намеком вам это объяснил. Исторический тест вам показывает, что на какой-то конкретной дистанции ваша система будет работать. Что вы начинаете делать потом? Потом, когда у вас начинаются просадки, а это проблема практически всех трейдеров, которые работают на MQL, да, практически всех. И эта проблема в том, что сейчас я вам кое-что потом расскажу. Сейчас. Так. Я просто расскажу вам потом очень интересные вещи. Если я просто записываю. Что вы начинаете делать? Вы начинаете делать определенные изменения. Например, если вы прогнали вашу систему и ваша система в какой-то момент рынка не работает, вы начинаете ее оптимизировать. Это проблема номер два. Почему? Например, систему, которую я пишу, я сейчас в этой системе ни одного оптимизационного параметра. Если вы придете к кому-то, к какому-то профессиональному программисту, который занимается, и он задаст вам вопрос, или у вас есть оптимизационные параметры, чем больше у вас будет оптимизационных параметров, тем ваши шансы заработать на этой системе будут равны практически нулю. Все, кто занимается программированием на MQL, это люди, которые занимаются оптимизационными параметрами, если вы все оптимизируете. Это огромная проблема, которая вас ни к чему не приведет. Объясню, почему. Мы занимались абсолютно тем же самым, и к этому я пришел, что у нас была очень большая проблема. Так вот, я сейчас вам расскажу определенную вещь. Вот молодой человек сидишь, такой стратегии сочиняешь, сцены открытия-закрытия не сходятся на практике. Дима Швецов сегодня рассказал абсолютно то, о чем я потом позже расскажу. Дима Швецов абсолютно адекватно только что ответил на ваш вопрос. И, значит, что получилось? Значит, ко мне пришел молодой человек, звали его как раз тоже Дима, рассказал очень интересную теоретическую составляющую. И я говорю, ой, как здорово! Первое, что я сделал, теперь я вам сейчас кое-что расскажу, что абсолютно не работает на рынке. Меня очень многие спрашивают, почему я не люблю индикаторы. Так вот, нами был запрограммирован, да, у нас была очень серьезная команда программистов, у меня были очень крутые ребята. Реально, просто чтобы вы понимали, не просто какой-то МКЛ-программист. Я никого не хочу обидеть, да. Я понимаю очень много там и Сережа Заботкин пишет на МКЛ, и Рома Зип пишет на МКЛ. Но чтобы просто вы понимали, Заботкин, я Заботкину давал гораздо более серьезные занятия. Заботкин очень хорошо знает программу, которая связана с Interactive Brokers. То есть Заботкин не только программирует на МКЛ, Заботкин действительно профессиональный программист и работает со мной уже не один год. Так вот, первое, что произошло, это то, что мы стали запрограммировать все индикаторы. Пришел ко мне один трейдер, который механически, то есть ручной трейдер, Коли Золотарев был очень крутой. Очень крутой трейдер был, который зарабатывал там в свое время для фирмы огромные деньги. Пришел ко мне Коли Золотарев и говорит, вот первое, что мне сделать, то запрограммируйте мне вот эти и эти вещи. первое, на что я понял, я вообще никогда индикаторы не торговал, я понял, что индикаторная торговля ни к чему хорошему не приведет, потому что индикатор, который запрограммирован в чистом виде, абсолютно не работает. То есть все, что было сделано первое, были запрограммированы индикаторы, которые в чистом виде показали, что ни один индикатор не работает. Почему? Потому что в них было очень большое количество запрограммированных параметров оптимизационных, которые оптимизировали работу вот этих индикаторов. Вот это основная проблема. То есть вы можете со мной спорить. Вы можете спорить со мной, не спорить со мной. Я вам сразу скажу одну вещь. Когда падала нефть, вот эти люди, которые торговали дивергенцию и которые торговали осцилляторы и аллигаторы, они просто в жопе остались. По одной простой причине. Потому что нефть очень отвесно падала, индикаторы показывали, что якобы уже перепроданность или там кто когда инструмент шел вверх, перекупленность, она продолжала дальше падать, индикаторы дальше показывали, чуть-чуть резкий отскок индикатор показывал, как будто он отскакивает. На самом деле это была полная туфта, и люди, которые торговали индикаторной торговлей по нефти, просто потеряли штаны. Можете со мной согласиться, можете со мной не согласиться, но это чистая правда. То есть это вещь, которая не работает. То есть первое, что мы сделали нашей командой, как я уже сказал, команда у меня была очень сильная, у нас было очень хорошее финансирование. Мы поняли одну вещь, что индикаторы в чистом виде не работали. В какой-то момент мы были просто на гребне волны. То есть мы запрограммировали определенные вещи, у нас были запрограммированы не индикаторы абсолютно, мы программировали вещи, которые знал я. И эти вещи работали. То есть было вообще написано определенное количество вещей, которые были абсолютно написаны без индикаторов, которые были написаны абсолютно без оптимизационных параметров, которые стали показывать хороший результат. Я как сейчас вспомню, что вы просто понимали. Очень многие, очень многие люди, которые приходят на рынок Форекс или Америки, они должны понимать одну вещь, что на Америке невозможно показать такую доходность, например, которую можно показать на Форексе, когда у тебя идет. Да, просто чтобы вы понимали. Например, с марта месяца я видел Роман график, Роман там показал 55% доходность с небольшой просадкой. Просто чтобы вы понимали, такую доходность на американском рынке показать невозможно, ввиду того, что на американском рынке нету таких плечей. То есть доходность на американском рынке, будем говорить так, в алгоритмическом трейдинге все, что выше 30-35% является очень хорошим. Но я видел огромное количество Форекс трейдеров, огромное количество Форекс трейдеров и в том числе огромное количество алгоритмических Форекс трейдеров, которые на дистанции все равно проигрывали трейдерам, которые пишут алгоритмические стратегии на американском рынке. Просто дальше, чтобы вы понимали. Например, вот там моя система, которая работает на всех рынках, это еще одна проблема, сейчас я о ней расскажу. Мне дадут гораздо больше денег, чем дадут форексному трейдеру. По одной простой причине, потому что форексные трейдеры, они считаются самыми сильными оптимизаторами. Поэтому, если вы придете к кому-то, и кто-то захочет вам дать 20 миллионов долларов, то на форекс вам не дадут 20 миллионов долларов. Но, как Рома правильно сказал, это должна быть система, основанная из систем. Вот это очень и очень важный фактор. Так вот, я поэтому объясняю вам одну вещь, что оптимизационные параметры форекса, их присутствует очень много. Что делают форексные трейдеры? Например, они начинают постоянно менять таймфреймы. Например, как работают исторические тесты, почему я не верю в исторические тесты. Я вам сейчас объясню. Очень интересная история, сейчас я вам попозже расскажу, про Швейцарию, про моих знакомых, у которых есть очень большой фонд, больше 50 миллионов долларов, и которые, по сути дела, сейчас потеряли деньги, потому что было большое количество активизационных параметров, и работали они с нейросетями. Так вот, что происходит? Что делают форексные трейдеры? Например, сначала прогоняется система на дневках. Система на дневках, в первую очередь, ведет за собой устойчивость. То есть, в первую очередь проверяется, или система устойчивая. Второй начинает смотреть более короткие таймфреймы. Например, если на часовике плохая доходность, а на 30-ти минутка хорошая, то часовики выкидывают и оставляют 30-ти минутный таймфрейм. Это уже самое большое заблуждение, которое, по сути дела, убивает большое количество трейдеров. То есть, исторические тесты в 90% случаях можно выкинуть в задницу. Объясню почему. Потому что, когда вы пишете какой-то алгоритм, он сглаживается именно на дистанции. Он вам как бы показывает то-то, то-то, то-то. А потом я вам конкретику конкретную покажу о том роботе, который был у меня. И детально вам расскажу. Если кому-то интересно будет, пожалуйста, можете возобновить работу. Так вот, что у нас было. Значит, когда мы работали в компании финал, мы за квартал, за квартал заработали, к примеру, за 3 месяца было заработано 11 или 11,5%. Это космическая цифра. Это приблизительно 45 годовых. Как я уже сказал, на американском рынке доходность такую нельзя показать, невозможно, потому что на американском рынке максимальное плечо, которое ты можешь получить, это 6.6 к 1. То есть, по сути дела, это максимум, что ты можешь получить. Плюс есть определенные ограничения. И когда мы показали такую доходность, мы подумали, что мы действительно поймали быка за рога, потому что доходность была космическая. Так вот, если вы поставите Форекс-трейдера, который зарабатывает 100% годовых, или вы возьмете трейдера, который торгует на американском рынке и зарабатывает 30% годовых, 30% годовых, то этому, например, человеку принесут X, а этому человеку принесут 100x. Всегда. Ни один фонд, который работает на Форексе, не имеет 500 миллионов долларов, миллиард долларов, не несут столько. Это вопросы ликвидности, и вопросы спредов, и вопросы всего остального. На американском рынке, если это действительно хороший алгоритмический фонд, те могут и миллиард принести, и 2 миллиарда, и 3 миллиарда, то есть, любые, по сути дела, деньги. Я говорю эти вещи, потому что я конкретно знаю конкретные цифры. У меня есть ребята, у которых неплохие фонды валютные, которые показывают очень неплохие цифры, но у этих ребят 20 миллионов, 30 миллионов долларов, они никогда не будут иметь ни 300, ни 400 миллионов долларов, ни 500, потому что они столкнутся с определенными проблемами. Это спреды, это ликвидность, не забывайте, что Форекс является внебиржевым рынком. Поэтому сегодня Рома сказал одну очень интересную вещь. У меня очень много аккаунтов в разных фирмах. Это единственный вариант, по сути дела. Почему? Потому что если вы будете в большой какой-то брокерской фирме, и, по сути дела, будете торговать 300, 400, 500 миллионов, то, по сути дела, банки должны где-то находить вам эту ликвидность. И если у определенного банка этой ликвидности нет, то он должен идти, вы должны по-простому вот это выхватывать в другой банк, у которого есть другая ликвидность. Кто торгует в компании Герчкин Кло, в первую очередь, тот понимает одну очень важную вещь, что у нас есть люди, которые торговали 300-400 лотов. Во-первых, самое интересное, что будет сегодня у нас, я хочу вам сказать одну вещь, что кто не знает, то в компании Герчкин Кло у нас начинается акция «Активное лето 2020». Кто у нас был в прошлом году, тот знает, что у нас действительно очень крутые призы. Самое интересное, что каждый год, каждый год у нас эти призы становятся лучше и лучше и лучше. И хочу вам просто рассказать об этой акции более детально, просто чтобы вы понимали, что эта акция просто очень крутая. Первое. В этом году вас действительно ждут очень крутые призы. Я считаю, не просто крутые, а крутейшие призы. Эта компания дарит не один, не два, не три, а будет 21 приз. 21 приз. У нас акция предельно простая. Все, что нужно сделать, нужно элементарно пополниться за определенный период времени и вы по-простому становитесь автоматическим участником. У нас будет ссылка, сейчас вам ребята сбросят ссылку, где вы можете ознакомиться, какие будут призы. Насколько я помню, там призы будут хорошие, там и призы стоимостью 200 долларов, и призы стоимостью 500 долларов. И два приза у нас действительно, я все-таки детально расскажу, это супер шикарные призы, по сути дела, да, просто которые вы понимаете, которые стоят очень много денег. Каждый месяц два участника акции будут иметь возможность выиграть мою персональную консультацию. Такой приз будет разыгран среди тех участников, кто пополнит свой счет на 10 тысяч долларов. При этом вы не просто участвуете в акции, кладете эти деньги на свой реальный торговый счет, еще и бесплатно забираете, например, определенные курсы обучения по трейдингу, которые предусмотрены в пакете профи. И чтобы совсем задарить вас подарком, не забывайте, что при пополнении на 10 тысяч долларов, да, вы участвуете помимо всего во всех акциях, которые есть, еще и можете выиграть два супер приза. Это мои персональные консультации. Вот это на самом деле очень и очень приятно. К сожалению, демо-деньги здесь не участвуют. Так вот, основная проблема, которая идет, это то, что, по сути дела, все пытаются вначале запрограммировать определенный паттерн. Паттерны работают. Скажу вам одну вещь. Значит, у меня когда-то тоже был очень сильный один программист из Новосибирска. В Новосибирске, кто знает Академгородок, кто у вас здесь из Академгородка. Огромный привет! Очень толковые ребята в Академгородке. Очень крутые, там, Сколково на самом деле отдыхает. Так вот, эти очень толковые ребята взяли, запрограммировали уровни на часовике. То есть, что он сделал? Он взял элементарные просто уровни на часовом графике. Три удара в одну и ту же точку, там, с небольшим, будем говорить так, люфтом. И получилась очень красная модель. Получилось, что приблизительно таких сделок у него, по-моему, только по евро-доллару было 60 в год. Потом он добавил определенное понимание рынка. Потому что вы должны понимать одну вещь. Например, он торговал только контртрендовые сделки или там только тренд, только сделки, которые выходили за уровень. Что это значит? Это значит, что самые сильные модели, это полуроботы. Это те вещи, где вы по-простому сами отрисовываете уровни. Вот скажу вам честно, какой бы там Рома крутой не был или другие там ребята, которые сегодня выступали или будут выступать по эгоаритмическому трейдингу, гарантирую вам одну вещь. Ни один из них, я могу поспорить на любые деньги, не запрограммировать уровни так, как вижу я их или видите вы. Ни один. Потому что такое количество условий, которые есть в строительстве какого-то робота, это очень и очень тяжелые условия. То есть взять просто запрограммировать, например, вот Академу Городку привет. Видите, у нас есть люди. Академу Городку огромный привет, вы там большие молодцы в Новосибире. Очень умные ребята, очень умные ребята. И я понял одну вещь, что в чистом виде это работать не будет. То есть, как Рома сказал, почему он подтвердил мои слова и то, что он сказал, что что-то было, то, что работало два года, да, но одна большая проблема. Самая главная задача в таких роботах, которые работают, например, там два или три года, это просто вытаскивать свои деньги. Вот это основная проблема у очень многих людей, которые инвестируют в PAM-счета или Тима-счета. Это те люди, которые там видят, что полтора-два года система работает, они пытаются быть очень жадными. Вы же должны понимать одно вещь. Например, получить 55 процентов, которые Рома получил, там за последние, получается, с марта месяца, это три месяца, там 17 процентов в месяц. То есть, это используется действительно очень высокое ключо. Это 200 процентов. То есть, ты не можешь по-простому получить внутреннее движение, например, евро, которое составляет 0,6 процентов и вытащить 17 процентов в месяц. Это понятно, что там очень высокое плечо, которое, наверное, скорее всего, чем-то очень сильно сбалансировано. Так вот, это и есть основная проблема. Это по-простому то, что берутся по-простому тупо исторические тесты и по-простому они прогоняются. Сейчас я просто еще расскажу две очень интересные ситуации и потом по-простому перейду и покажу, что конкретно было у меня. В какой-то момент наши системы перестали абсолютно работать, потому что конъюнктура рынка немножко изменилась и все исторические тесты, по-простому которые были нарисованы, они показали, что это было полное дерьмо. И мы поняли одну вещь, что надо идти абсолютно другим путем, что эти вещи не работают. Так вот, если вы, например, имеете деньги в каком-то тимосчете, да, вы должны понимать одну вещь, что очень внимательно нужно смотреть за просадками и за всем остальным. Если тимосчет сбалансированный, да, то есть в нем есть определенное количество, в первую очередь запомните одну вещь, смотрите насколько система устойчива к колебаниям рынка. Что это значит? Если, если, например, вы видите какое-то очень резкое движение вниз и тимосчет делает очень резкое движение вниз, значит этот тимосчет, по сути дела, торгует что-то связанное с рыночной конъюнктурой. Вот такие вещи, с ними надо быть очень и очень аккуратным. Например, вы видите, что есть британский паунд, который начинает идти вниз и у человекосистема начинает идти вместе с британским паундом, значит он очень сильно завязан на британском паундом. Что это значит? Это значит, что кривая рынка, кривая рынка не должна соответствовать вашей кривой, вернее ваша кривая не должна соответствовать кривой рынка. Почему? Потому что если ваша кривая будет соответствовать тому, что происходит на рынке, значит вы будете торговать рынок. Я сегодня вам покажу определенные вещи, просто чтобы вы понимали, как это устроено. Вот это основная проблема. Я за полуроботов, да, я за полуроботов, я считаю, что полуроботы это очень хорошо, потому что, например, так как вы проведете сами руками уровень и сами системе объясните, что система должна делать, ни одна система за вас это не сделает. Поэтому то, что Рома сегодня говорил, что определенные вещи ломаются очень быстро. Есть системы, которые живут долго, есть системы, которые живут недолго. Есть многие ребята, которые начинают писать системы, системы, основанные на усреднениях, на Мартингейл и все остальное. Вы должны понимать одну вещь. Самая главная задача на системе, которая основана на Мартингейл и, это просто вовремя забрать деньги. Потому что, если вы вовремя, мы будем говорить так, свои деньги не заберете, то рано или поздно вы по-простому просто сольете весь депозит. Это 200 процентов. Редактор субтитров Е.З MUК, Т. BA Коро, В.МИ,С. Продолжение следует...